От беды пытаются убежать, бросая последние лагеря беженцев и на самой Украине, в Полтавщине и Днепропетровской области, и вдоль всей границы с Россией. На дорогах Донбасса караваны. Люди пытаются добраться до Ростовской, Курской, Белгородской областей. Кто-то переходит границу целыми семьями, кто-то отправляет детей, оставаясь в блокадных городах. Деньги, вещи, продукты для беженцев собирают по всей России. Им пытаются найти жилье, работу. По данным российской ФМС, ежедневно только в сопредельную с Украиной Ростовскую область въезжает от 7 до 12 тысяч человек. По данным Управления ООН по делам беженцев, со всей Украины не более 7 тысяч уехало. А Госдеп на неделе заявил, этих людей не существует. Вероятно, волноваться за их судьбы настолько не входят в планы союзников Киева, что поначалу Джен Псаки даже не поняла, кто бежит, куда бежит. Мы изучили ряд российских сообщений о большом количестве беженцев, бегущих из России, и не нашли этому подтверждений. Нет, нет, они бегут с Украины. Да, извините, бегущих в России. Мы не увидели новых данных, которые могли бы это подтвердить. Многие этнические русские с Украины имеют семьи в России и живут с ними. Но ни украинские пограничники, ни международные организации, работающие в регионе, не сообщали о каком-либо крупном потоке беженцев в России. Мы отправились на границу Украины с Россией, чтобы своими глазами увидеть людей, которых для статистики не существует. На КПП из Варина мы побывали в четверг. Уже в субботу там шел бой, в воскресенье стреляли. Переход через границу закрывали, опасно. И эти несуществующие люди снова прятались и снова пытались дожить до той минуты, когда они смогут уйти от войны через границу к соседям и снова ждать, что дальше. Дюки на крышах у тех, кто собраться успел. И босые ноги тех, кто убегал, в чем были. Истории здесь, на КПП из Варина, такие же, как в Должанском или Успенке. Там тоже стоят, ждут и плачут. И сколько еще стоять, по вашим прогнозам? 656. Не смейте, как идти. Где так везут? На где саму. Входим искать убежища. Средная Украина. Не выросли. И дети выросли. И дети. Собственного дома. Все побросали, в чем есть. Папочка, папочка. Ты откуда? В металлине. Страшно. Вы знаете, там страшно. Это невозможно. Когда особенно вертолеты летят, надо головой. В деревне нет никого. Бои там нет никого. А на деревне летают, где стреляют. Вот это вот страшно. Это невозможно. И вот эти пасыровые летят. Прям над тобой, над твоей головой. Погорали, поля пшеницы. Просто так. Он летел и стрелял. По металлисту. Два дня шпаряли так, что невозможно было головой поедать. Наступала. Это кто? Это свои люди. Как это может быть? И как может быть украинский народ? Валить весь украинский народ. Как это может быть? Почему никто ни о чем не говорит? Гибнут люди. Гибнут украинские. Я разговаривала с западной Украиной. С женщинами. Они ничего совершенно не знают. Их детей пихают в спину. И они едут. Я в чем... Вот посмотрите, в чем я есть. Я не бомж. У меня два дома. У меня семья нормальная. У меня дочь. У меня дочь убегала под градом пуль. Конечно. Через кост ГАИ. У меня один дом еще металлист. И как бы? Как же? Очередь уходит далеко за поворот. Стоят по двое, по трое суток. На автомобильных номерах вся география юго-восточной Украины. Этот отрезок до границы с Россией называют дорогой жизни. А вот пешеходная очередь. Те, кто приехал на автобусах, на такси, на маршрутках. То есть добирался своим ходом до этой российско-украинской границы. Украинские пограничники живут здесь же, на КПП Изварина. В служебных машинах. Назад ходу нет. Ополченцы. Впереди Россия. Подкармливают местные. Одна очередь. Для тех, в кого стреляли. И для тех, кто стрелять отказался. Уследование моих родственников и меня самого. Пришел приказ ехать в Ченнигов. Проводить военные действия. Там сейчас тоже блокируют части на данный момент. Оттуда там собираются группы военнослужащих. И переезжают в Славянск. Ну и остальные города, где идутся боевые действия. Я этого не захотел. И поэтому я приехал в Россию. На российской стороне пытаются пропустить очередь побыстрее. Особенно тех, кто с маленькими детьми. Чтоб не плакали. Но плач уже леет мотив томительных часов. В глазах одна мольба. Добраться поскорее. Хоть куда-нибудь. А что-то все в Россию берут. Все. На Запад показали. 50 человек только там на Запад пошли. А на России сколько? Вот правители, да вот так бы. Проехали бы и посмотрели. Такие модули МЧС разворачивает там, куда пришла беда. В зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Сейчас такие палаточные нагеря практически вдоль всей российско-украинской границы. Это пункты временного размещения, куда беженцы попадают прямо с границы. Именно здесь они ждут решения своей участи и помощи. Я с подвала детей поднял, утром кинул, пошел. И все, и уезжали. Потому что бомбили уже совсем рядом. А там металлист разгромлен. Счастье разгромлено. До комрода достали. Трупы там, ну, просто нереально. Там скорая не отвечает раненых, кто возит. По трупу просто так складывают. Вчера было перемирие. Возили трупы. Как сказали. Под конец перемирия. Еще было перемирие, они взяли, открыли огонь. Опять трупы. Мать осталась, не захотела уезжать. 72 года. Говорит, нет, я перемен не выдержу. А ведь уже останусь тут. Тем более хозяйство. Бросать неохота. Армейцы же ходят по домам мародерничать. Как мы обыкновенно. Все, что люди побросались, забирают. Все. Армия. Армия. Которые. Которые армии. Все забирают. Все, что... Все. Телевизоры, все. Вещи там. Все, что есть. Соседи принимают их везде, где есть хотя бы свободный угол. На туристических базах, в домах отдыха, в санаториях, на частном секторе. Добровольцы машинами уводят их вглубь России. Объясняют все очень просто. Мы братья. И всегда мы будем братьями. Зоотехника 35 тысяч рублей. Ветеринарные врачи 20. Обещают помочь жильем, садикам, школой. Из окрестных сел несут все, что есть. Фрукты, зубные щетки. Не новые, но выглаженные вещи. Книги. В ответ недоверчивые глаза и все еще льющиеся истории. Они должны сначала пережить, а потом жить заново. Страшно очень, когда ребенку объясняешь, если вдруг что-то случится, куда брать младшую и бежать. Кому звонить, это все. Потому что мало ли, если сбросят что-нибудь или это. Что со мной будет, с мужем. Мне не очень страшно было, но моя мама даже иногда, когда слышит, что Славянск уже бомбят, а Луганск в окружении. Мы из Луганска, и когда она это услышала, она сразу плачет. Первым делом на турбазе «Металлург» провели интернет. Им не нужна ни еда, ни одежда. Не просили ни о чем. Только о связи с теми, кто остался. Тепа уехал в Краснодар, да? Ну, мама рассказывает, что видит, как самолеты летят, выстрелы слышат. Сестра звонила, говорит, если выживем, говорит, кошмар, что делается в этом селе. Говорит, если выживем, значит увидимся. По кругу домиков машина с заклеенными номерами объясняет, чтобы вернуться обратно. Мало ли что. Сейчас отшелка отойти, да. Будем, наверное, искать работу. И посмотрим, что там будет твориться. Если наладится что-то, сомневаюсь просто. Может быть, вернемся. Ну, ехали уже с таким условием, что вернемся, навряд ли. Нина, расскажи, а какой у тебя дом? Большой. И жёлтый склад. И плыжа большая. Хочешь туда? Нет. Я с собакой скучаю. Ты с собакой скучаешь? А что собаку? Ты собаку там оставила. У нас собака большая, да. С собой не плачь. Иди ко мне. Всё. Не плачь. Всё. 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 Всё.